От Женкидовского района Аллы и Паруса состоялся второй тур Молодежного Кубка Мира по игре «Что, где, когда». Участие в нем приняли две школьные команды, одна студенческая. Молодежное движение в интеллектуальном спорте магнитки появилось совсем недавно, впрочем, как и сама игра «Что, где, когда». Подробнее об игре, завладевшей умами магнитогорцев, расскажет Мария Козлова. Каждый российский телезритель знает «Что, где, когда» — это не вопросы, а игра. При одном упоминании ее названия легко всплывают в памяти волчок, конверты на круглом столе с секторами и другие атрибуты этого интеллектуального телешоу. Однако ЧГК, а именно так среди знатоков принято называть игру, давно вышла за пределы телеэкрана. Уже который год во многих странах мира существуют спортивные «Что, где, когда», команды, которые играют друг с другом по интернету. У нас немножко все и проще, и сложнее. То есть у нас играет много команд сразу на одном и том же пакете вопросов. То есть силы могут попробовать не только элитарные знатоки в смокингах, но могут попробовать дети, могут взрослые, то есть все желающие могут сыграть одновременно. Сначала в Магнитогорске появилась одна взрослая команда. Называлась она «Девятая хата» в честь квартиры одного из игроков, где чаще всего проходили тренировки. Команда была создана примерно три года назад по инициативе Дениса Коновальчика. Мы собирались у него на квартире. У нас было человек пять. Кто-то приходил, кто-то уходил. И впоследствии, когда уже начали выезжать в другой город, Екатеринбург, уже оформилось официально, что такая команда есть. Начали участвовать в рейтинге. Сегодня в городе уже три взрослых команды. Это «Девятая хата», «Йопаресетейка» и «Монолит». Одна студенческое поколение и две школьных. «Умники» и «Умницы» и «Варяг». В том, что к игре присоединились дети, старожилы ЧГК и видят будущее интеллектуального движения в Магнитогорске. Одиннадцатиклассники «59-й» и «67-й» школ стали знатоками всего лишь месяц назад, но уже успели сыграть пару отборочных туров на местном уровне и даже поучаствовали в школьном чемпионате области. Ну, в первый момент, конечно, для них, как всегда, это надо. Затем, после первой игры, конечно, впечатлений было море. Огромное удовольствие получили они. Дети, скажем так, раскрыли себя сами, сами для себя открылись с новой стороны. Поэтому вот им очень интересно. И теперь они с огромным удовольствием ходят на эти игры. Что, где, когда так понравилось детям, что преподаватели подумывают о создании большего числа команд, о привлечении учащихся с первых по одиннадцатой классы и проведении внутришкольных турниров. А пока игры проходят в стенах Центра Алой Паруса. Сегодня мы играем в Молодежный Кубок Мира. Это впервые у нас такой турнир затевается. Турнир очень большой, его в мире играет более полутора тысяч команд. И в этот раз две команды школьных и одна студенческая сойдутся в бескомпромиссной борьбе, чтобы под занавес, под финишную ленточку, это будет шесть туров, то есть заканчивается он в марте, помериться с силами, с лучшими командами мира. Игры за Молодежный Кубок Мира завершатся весной. Поэтому у магнитогорских ребят еще есть время собраться с мыслями и выиграть путевку на очный молодежный чемпионат России по что, где, когда. Мария Козлова, Иван Маркин, ТНТ «Магнитогорск».